Всем привет, ребята! Сейчас я нахожусь в своем родном городе, городе Смоленске, где я прожила большую часть своей жизни. И хочу вам сегодня немножечко показать этот город, потому что Смоленск действительно интересен с исторической точки зрения. И это просто красивый город. Погнали! И первое место, где мы с вами оказались, это Лопатинский сад. Он был основан по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина в 1873 году. Здесь достаточно интересно, здесь сохранились многие памятники архитектуры. Это и крепостная стена, которая была возведена Зодчим Федором Конем, и некоторые памятники именно с военных времен. Поэтому сейчас все посмотрим. И, кстати говоря, здесь есть замечательный красивый пруд, в котором плавают лебеди. Сейчас посмотрим, есть они здесь или нет, или они улетели. Вот такой памятник в Лопатинском саду здесь установлен. Это памятник 1812 года. Память защитникам, которые воевали с французами. Здесь прямо рядом с памятником установлены наполеоновские пушки. Кстати говоря, похожие пушки есть и на гербе Смоленска. Парк, конечно, очень красивый. Здесь есть много уточек. К сожалению, сейчас пруд практически полностью замерз. Поэтому вот они сидят, просто греются на дороге. Смотрите, они просто действительно в шаговой доступности. Дальше монументы 1812 года как раз начинаются различные аттракционы-карусели. Но мы сейчас с вами уже туда не пойдем, потому что сейчас не лето, все закрыто. Вот смотрите, какой мост у нас здесь есть. Этот мост старинный, очень красивый. Тоже интересная особенность. Как раз вот на этот мост раньше замочки влюбленные вешали. Но под тяжестью замочков он начал провисать. И из-за этого установили два вот таких замечательных дерева для влюбленных. И влюбленные сейчас вешают свои замочки прямо рядом с мостом, но уже не на сам мост. Главный городской пруд, конечно, сейчас замерз. Но даже зимой здесь бьет такой вот небольшой фонтан. Летом здесь плавают парочки, здесь очень красиво. Здесь в Лопатинском саду у нас проходят основные концерты. Расположен большой каток. Сейчас я хочу вам показать, пожалуй, самую большую достопримечательность нашего города Смоленск. Это крепостная стена. Конечно, она полностью не уцелела, но достаточно большой объем все равно крепостной стены здесь есть. Пойдемте посмотрим, что там было внутри. А внутри были вот такие, видите, небольшие бойницы. Здесь, видимо, молодежь периодически тусит, потому что у нас здесь, видите, снега как бы особо нет. Здесь такое неплохое укрытие. Вон стаканчики из-под спиртного как раз тут уже лежат. Ну вот в целом оно вот так вот и было. Одну из башен сейчас тоже покажу. Подойдем немножечко поближе. Субтитры подогнал «Симон» Как раз в парке у нас и расположена надпись «Я люблю Смоленск», поэтому если вы вдруг сюда приедете, обязательно сфотографируйтесь с этой надписью, потому что здесь еще есть и отличный вид на крепостную стену. Здесь классно погулять и зимой, и летом. Летом здесь плавают лебеди, очень красивые деревья. А зимой вы можете полюбоваться на крепостную стену. Здесь замечательная аллея. И, кстати говоря, здесь есть три уцелевшие как раз башни крепостной стены, одна из которых является музеем, в который можно зайти и посмотреть исторические аспекты города. Тоже интересно. Прямо рядом с парком расположен театр кукол. И, кстати говоря, если вы хотите перекусить, то рядышком есть вот такое заведение «Пицца Домино». Здесь есть неплохая пицца. Как раз рядом с башнями расположена скульптура зодчему Федору Каню, который и возвел крепостную стену, был архитектором. Если выйти немножечко из парка, то тогда вы попадаете в сквер памяти героев. Это очень интересное место памяти павшим. Очень красиво выполнен вечный огонь. Сейчас подойдем поближе, я вам все покажу. И здесь есть у нас в Смоленске такая традиция. Если вы выходите замуж или женитесь, то обязательно приходите сюда после ЗАГСа. И происходит возложение цветов павшим героям. Особенно это место интересно тем, что Смоленск ведь является не простым городом. Он является городным героем. И здесь действительно очень много людей погибло для того, чтобы защитить свою родину, свои дома, свои семьи. Поэтому это место действительно такое священное, мемориальное. Здесь как раз, видите, на стенах выбиты имена полковников, лейтенантов, тех, кто как раз руководил ротами и совершил, собственно, действительно большие подвиги. Музыка И аллея городов героев, Которая была открыта 24 сентября 2006 года. Первый город это, конечно, Смоленск. Он потерял действительно очень много людей в этой войне. Ленинград, блокадный Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, Москва, Крепость Брест, Керчь, Новороссийск, Минск, который, кстати говоря, прямо рядом находится со Смоленском, Тула, город-герой Мурманск, и два города воинской славы, которые тоже являются городами Смоленской области. Это Ельня и Вязьма. Потрясающий памятник героям 1812 года здесь установлен. Вражеский солдат прямо лезет, нападает на орла. Орел, естественно, символизирует Россию. И рядом с этим памятником как раз расположена небольшая аллея, аллея памяти генералам. Одно из самых вкусненьких мест, и, кстати говоря, очень интересных по дизайну, и, честно сказать, не очень дорогих, это русский дворик. Здесь, как всегда, все очень красиво украшено. И вот мы с вами вышли на главную площадь. Это площадь Ленина. Главная площадь Смоленска. Вот как раз администрация города Смоленска. И прямо рядом находится драматический театр. Здесь зимой установили небольшой каток. И, кстати говоря, вот если пройти по вот этой тропинке, как раз можно выйти в Лопатинский сад. Вот такой красивый олень. Тоже одно из самых памятных и достопримечательных мест, кстати, города. Здесь в основном очень любят фотографироваться маленькие дети верхом на олене. Смоленская земля очень богата на таланты. Здесь родился и Юрий Гагарин. Здесь родился и Юрий Никулин. А также здесь родился Михаил Глинка. Очень интересный музыкальный памятник ему здесь установлен. Видите, небольшие нотки прямо на изгороде. Летом здесь периодически играет музыка. Все мои блоги заканчиваются в основном тем, что я постоянно опаздываю. Сейчас, кстати говоря, у меня уже поезд в Санкт-Петербург, где я сейчас проживаю. И вот буквально осталось 35 минут, и я уже досняла вам блог. Очень, кстати, рада. Сейчас бегу-бегу-бегу на поезд. Это одна из самых знаменитых улиц Смоленска. Большая Советская. Будете в Смоленске, обязательно пройдитесь по ней. Здесь расположен наш знаменитый Успенский кафедральный собор. Он зеленого цвета, возвышается над всем городом, поэтому вы его в любом случае узнаете. А вот и памятник фельдмаршалу Кутузову. Именно из Смоленской области у нас берет начало свое река Днепр. Здесь она очень, конечно, мелкая, но набережная у нас тоже очень красивая. Ну, а я уже добралась до железнодорожного вокзала Смоленска и отправляюсь дальше в путь. Желаю вам отличных впечатлений, отличных путешествий. Если вам понравился выпуск, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Не забывайте свои родные города и обязательно путешествуйте. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Вот, ребята, такой постскриптум. Единственное, что, конечно, дороги в Смоленске, не могу ничего сказать, дерьмо. Вот в прямом смысле. Вы можете сейчас посмотреть. Вот я окошечко открою. Если поедете сюда на собственной машине, чтобы...